Я хочу прочитать рассказ из книжки, которая еще не вышла. Она выйдет только в конце марта этого года. Книжка выйдет в удательстве «Самокат». Нарисовал книжку прекрасный художник Егор Ёжиков. Но это псевдоним. Рассказ называется «Муха, которая умела жужжать. Второй концерт Шопена себе моль-мажор с вариациями». Да запросто. Во-первых, потому что родилась муха в конце октября, и по знаку зодиака была Скорпион. А они известные слухачи. Это раз. И два, родилась муха за старым проигрывателем пластинок Рига. А дачники, когда осенью съехали в город, то забыли выключить проигрывателем с любимой заезженной пластинкой того самого концерта Шопена. Поэтому муха все свое детство, отрочество и юные годы, мухи быстро взрослеет, провела под эту пластинку, пока в январе проигрыватель не сдох. И теперь муха не просто жужжала, как прочие, а издавала чудные по красоте и гармонии звуки второго концерта Шопена себе моль-мажор с вариацией. Весть о необыкновенных способностях юной мухи разнеслась по всей округе. На совершеннолетие мухи родственники решили устроить бал. Слетелась вся окрестная знать. Прилетело в полном составе важное семейство раскормленных сортирных мух. Толизлющие незамужние сестры овода от хряка-толика заднего двора, изящные плодовые мушки соседней груши, семейство из мясного отдела лабаза и мухи с рыбных рядов, рынка эстеты и гурманы. Муха вышла перед всеми и поклонилась. Боже, как она была хороша! Ее огромные томные фасеточные глаза отливали рубином, изящные передние крылышки жужжальца нежно трепетали. Фиолетовое хитинистое брюшко мерцало загадочным стальным блеском. Мушка изящно потеряла передние лапки и кланялась. Хороша, пронялась в толпе, а как сложена, божественная. Муха сделала реверанс, расправила крылья и давая мотаться по комнатам, производя столь чарующие звуки со всего общества, а с ними и дворовая челюдь, два кота Тимофей и Анисфема, приблудные собака Лиска, соседские гуси Толик, Семен и Марфа, мышки-полевки Тони, Леня, Ляля, Лина и паук Василий Никодимович, которые облепили подоконники и корявый абрикос под окнами, затаив дыхание, слушали. «Далеко пойдет эта муха, га-га-га-га», – откажется старый гусак Флор, – «чтоб плавать мне в супе». Но муха была, что называется, бесприданница. Родители старенькие, и вся надежда на злющего дядю Овода. А все знали, старый Овод хоть и жаден, чтобы определить мухи, как приличной девушке на выдании достойный пансион, но со связями. И муху отправили в город под пригляд двух незамужних сестер, Софьи Абрамовны и Розы Соломоновны, двух старых прожженных мух, семья которых жила в столовой при консерватории, еще со времен ее основателя, господином Рубинштейном. Старый Овод так и сказал, «Там все пропитано духовностью, и муха не пропадет». И отправили. Муха подавала большие надежды. И когда на известном конкурсе «Муха изящно» в три четверти села на стол перед отборочной комиссией, и зловредная Вера Игнатьевна, профессор по классу фортепиано, хотела бы уже прихлопнуть ее программкой, муха зажужжала. Все обмерли. И муха заслуженно получила первое место и по вокалу, и по фортепиано разом. Вот такая-то была музыкальная муха, разносторонняя. Потом, правда, все удивлялись, какая муха носок усила. Но в итоговой бюллетене уже стояла. Генриетто Муха, первое место. Конечно, появился в мухе импресарио, на бриолининых лыж Фабио, который говорил на шести языках, кроме русского. И ангажемент появился, и гастроли. Единственное, что нажужжать муха могла только второй концерт Шопена, себе моль-мажор. И все. Но ведь бывают же актеры одной роли, писатели одной книги, и композиторы одной песни. И никто не жалуется. Обычно муха выходила в конце концерта, исполняла свое чудное произведение, и его же семь раз на бис зал был в восторге. Единственное, когда муха брала верхний Си, то так металл спазала, что меломаны, которые ловили каждый звук, унуждены были так крутить головами, что некоторые теряли сознание. Поэтому консерватории всегда дежурили 5-6 карет скорой помощи. Хотя потерять сознание от такой ситуации почетно и достойно. Это как барышня из приличной семьи упасть в обморок на балу на глазах принца крови, в обморок от перетянутого корсета. И многие даже симулировали. Так потом и говорили. Вот наша-то Верочка Рунберг потеряла сознание три раза, а ваша, Клава Сюткина, только раз. И то не до конца. Поэтому понятно, что Верочка вот-вот составит прекрасную партию с сыном мэра. И у нее родится 17 очаровательных девочек на смычках и 12 мальчиков на клавишах. А бедная Клава так и будет в девках призебать. Но главное, муха могла жужжать с утра до вечера. А толстые усатые оперные дивы с огромными гонорарами от силы концерт. А потом по контракту ехали отдыхать на воды Баден-Баден. Поэтому контракт импрессор предпочитали заключать с мухой. А злобные соперницы даже обещали раскупить в ближайших лабазах мухобойки. Но обошлось. У мухи был фан-клуб на передних рядах, который защищал чернистоногая насмерть. В общем, успех полный. Гастроли, аванс, ангажемент. Скоро у мухи появились подражатели. И теперь при личных домах, общественных туалетах или фастфудах раздавалось не назойливое жужжание, а звуки арфы или клавесина. И вообще, стало модно иметь в приятелях двух-трех мух с хорошо поставленными сценическими голосами. Счастливый обладатель приносил их в общество серебряные медальончики. И счастливцы прикладывали ухо и закрывали от восторга глаза, как завзятые меломаны. Для мухи писались партии в операх. И поп-дивы шили себе одежду с хвостом. В хитинках носили огромные стрекозьи очки и пришпиливали к лифу лукавые хрустящие крылышки. Единственное, импресарио требовали, чтобы на всех афишах, где бы не уступала муха, в Парижском Гранд-Опера или в Мадридском Королевском оперном театре черным по белому было написано «Внимание! В зал с бутербродами, лягушками, жабами и пауками не входить». И на дверях висели портреты. Толстая жаба, паука и бутерброд перечеркнуты крест-накрест. А тут в пятницу притащился тип на концерт. С виду хлыщ. Видно подосланный усатыми дивами сел нагло, как приглашенный в восьмом ряду портера и нагло при всех из нагрудного кармана смокинга достал здоровенный бутерброд с ливером, а из рюкзака большую мадагаскарскую жабу в розовом ошейнике. Ну, естественно, трагедия налицо. Муха села на ливер, а жаба ее цап. Ползала, замерла от горя, а другая половина побежала к директору требовать деньги за возврат билетов. Но тут жаба запела. И так красиво и сочно, что все посрамленно вернулись. А жаба не только пропела, а весь репертуар мухи, а еще Славья-Лябьева и весь этнографический репертуар из билетовской культуры и кое-что из Вагнера. Похоже, эта муха была у жабы не первая. Конечно, некоторые невежды заявляли, что поет не жаба, а муха в ее животе. И даже требовали организовать комиссию про прослушивание. Но дирекция филармонии поэт это отвергла, потому что не дело прикладывать ухо к животу каждой дивы. Ведь есть еще понятие душа, а некоторые поют и сердце. А благодарные почитатели и свидетели чуда собрали деньги на памятник жабы муха в бронзе. И мэр, склонный ко всему неожиданному, поручил сваять памятник известному городскому авангардисту Мишу Блюнкину, который и исполнил удивительное по красоте изваяние огромная жирная жаба на шести тоненьких членистых ножках с крылышками. И если приложить к постаменту ухо, то можно было услышать то самое волшебное жужжание. Поэтому памятник всегда был облеплен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok